Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на портале Экзегет по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы будем читать 14 главу, где говорится о великих делах Божьих. Но прежде чем мы начнем это чтение, давайте вспомним то, о чем мы говорили с вами на прошлых беседах о том, как Антихрист обольстит весь род человеческий. Как ему удастся залезть в сердце практически каждого человека. Вот что об этом писал преподобный Ефрем Сирин. Так он описывает воцарение Антихриста, произошедшее от блудливой девы. Ефрем пишет. От оскверненной девы родится орудие дьявола, но это не значит, что он воплотится. То есть это не будет воплощение лукавого. Придет же все скверные, как тать, в таком образе, чтобы прельстить всех. Придет Антихрист смиренный, кроткий, ненавистник, как скажет о себе неправды, Отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем ласковый, уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи будут ожидать его пришествия. А при всем том, с великой властью совершит он знамения, чудеса и страхования, и примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ, не будет брать даров, то есть взяток, говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинной наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится. Поэтому, когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы, все вдруг возымеют одну мысль и с великой радостью провозгласят его, Антихриста, царем, говоря друг другу, найдется ли еще человек столь добрый и правдивый. Конец цитаты. Вот здесь как раз у Ефрема Сириана мы видим, как Антихрист заберется в человеческие сердца, но царство его будет только три с половиной года, а потом воцарение Христа. Теперь мы переходим к чтению 14 главы. Иоанн Богослов пишет. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как бы шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорока четырех тысяч искупленных от земли. Мы с вами уже говорили о том, что двадцать четыре старца – это двенадцать сыновей патриарха Якова и двенадцать апостолов Иисуса Христа. А число сто сорок четыре тысячи вмещает в себя весь народ церковный новозаветный и весь народ церковный ветхозаветный. Не в том смысле, что их будет именно ровно сто сорок четыре тысячи, а что это будет такое число, такое множество, которое никто не сможет сосчитать. И они будут из разных племен, народов и языков. А само число сто сорок четыре тысячи имеет символическое значение, о котором мы уже говорили. Если дети патриарха Якова будут среди двадцати четырех старцев, если в числе ста сорока четырех тысяч будут не только греки, римляне, скифы, славяне, но и лица еврейской национальности, как же произойдет их обращение ко Христу после того, как они отвергли Его и кричали кровь Его на нас и на детях наших. Давайте посмотрим, что писали по этому поводу древние отцы. Павел, то есть апостол Павел, настаивает, что только часть Израиля не уверовала, ведь многие из них действительно уверовали. Таким образом он внушает не отрицать спасение остальных, то есть тех, которые из евреев не уверовали. Ибо когда язычники примут проповедь, уверуют, и они уверуют, когда придет великий Илья, то есть пророк Илья с небес, и принесет им, евреям, учение веры. Ведь так сказал и Господь во святых Евангелиях. Илья придет и восстановит. Здесь Феодорит Кирский дает ссылку на Матфея 17.11 и Марка 9.12. А вот что по поводу еврейского вопроса писал Феофан Затворник. «Вы думаете, что это все случилось так себе, без особого чего? Нет. Отпадение Израиля в неверие имеет последствия своим то, что в ограду спасения вводятся язычники, а это введение благоволено с тем, чтобы привлечь туда же после Израиля, возбудив в нем ревность или соревнования, и таким образом спасся бы весь род человеческий. Вот промыслительное значение того, что совершается ныне перед глазами нашими среди язычников и иудеев. Далее Феофан Затворник пишет. «По принятие же проповеди язычниками уверуют и они, то есть евреи, когда придет великий Илья и возвестит им учение веры. Сие и Господь изрек». Амвросиаст пишет, продолжает Феофан Затворник, «Ослеплением поражены иудеи только на время, и из них только те, которые, ревнуя о законе, не увидели, что обетованные Богом благо, пришли во Иисусе Христе Господи и возвещаются. Так они ослепились неразумною ревностью. Таким преткновением они ослеплены отчасти, чтобы помучились за неверие свое, видя, как язычники с радостью пользуются их неверием и вступают в наследие обетования Аврамова. «Когда же внидит полное число язычников, тогда спадет ослепление сочей ума их», то есть евреев. «И они возмогут уверовать и уверуют. Дух отступления, наводящий на них слепоту, отступит от сердца их и возвратит свободу доброму произволению, не веря их ни от зловолия, а от заблуждения, исправятся и спасутся». Конец цитаты. Это Феофан Затворник, святитель. И святитель Иоанн Златоуст что писал? «Поскольку вы, язычники, были призваны, то иудеи стали упрямее. Однако Бог даже тогда не пресек ваше призвание, но ждет, пока не войдут все те из вас, кому предстоит уверовать. Тогда придут ко Христу и иудеи». А вот что писал патриарх Геннадий Константинопольский, пятый век. «Когда для иудеев произойдет снятие и отпущение грехов, спасение их будет явственно и неоспоримо». Кирилл Александрийский, пятый век. «Апостол подтверждает надежду на то, что со временем спасется и отверженный Израиль, приведя священное речение, ибо Израиль спасется в свое время, призванный последним после призвания язычников». Конец цитаты. Вот здесь мы видим, братья и сестры, как разные отцы церкви настаивают на том, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, как пишет апостол Павел, пока не войдет полное число язычников в луноцеркви. Поэтому, если в числе 24 старца у престола Христа Агнца, 12 из них сыновья Иакова, то и число 144 тысячи девственники, то есть те, которые сохранили девственность веры, среди них тоже будут уверовавшие из самых разных племен, народов и языков, включая и евреев. И во дне Иисуса Христа апостолы евреи, Дева Мария, апостолы из числа 70, первые христиане, свидетели Его вознесения, около 150 человек, даже более. И мы видим, за Христом ходили толпами иудеи. Ходили по три тысячи, по пять тысяч, когда Он в пустыне их насыщал чудесно хлебами. А когда Дух Святой сошел на апостолов, то апостолы крестили тысячами этих иудеев, и они становились христианами. Поэтому, когда в 14 главе говорится о спасенных, они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными, и старцами, четыре животных символизирует, четыре Евангелия с их живостью. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. С одной стороны, здесь речь идет о тех, которые сохраняют девство веры, то есть не вступают ни в какие общения с еретиками. По слову Божию, кто приходит к вам в дом и не переносит сего учения, того не принимайте и даже не приветствуйте его. Но также имеется в виду и те девственники, которые посвятили себя для такого служения. И святые отцы говорят, что девство установлено самим Христом, который был девственник, и которые во всем стремились последовать ему, тоже были девственниками. Например, апостол Павел, который говорил, «Женатый думает о том, как угодить жене, неженатый думает о том, как угодить Господу». И он же произносил такие слова «Подражайте мне, как я Христу». «Брак учрежден Господом, брак свят, но тот, кто может вместить и безбрачие, тот ищет совершенство. И этот путь, он самый трудный путь в небеса, но в некотором смысле самый короткий. А путь семейный сопряжен с трудностями, как пишет апостол Павел, а мне вас жаль». И мы читаем далее 14 главу книги Откровения. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие». Вот это ангел, это ангельская весть, последняя проповедь Евангелия, которая должна будет огласить всю планету в планетарном масштабе. И мы, православные христиане, должны участвовать в этой ангельской вести, свидетельствуя в храме, свидетельствуя на телевидении, на радио, в интернете, на работе, на улице, где, возможно, о нашей вере. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, здесь как бы такая трехангельская весть, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вавилон – это лукавые экономические системы, разоряющие и обесценивающие людей труда. Вавилон – это и ложная религия, оккультное сообщество, это все то идеологическое, социальное зло, которое существует в мире и обречено к полному уничтожению. И третий ангел последовал за ними в этой трехангельской весте, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приуготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его». И вот парадокс заключается в том, что трехангельская весть, она показывает, люди будут принимать это начертание ради благ жизни, а все кончится вечным осуждением, так что ни днем, ни ночью они не будут иметь для себя покоя, а именно во имя покоя, каких-то временных благ они пойдут на этот компромисс с Антихристом, а значит и с самим дьяволом. Это ужасный выбор, который сделают эти люди. И мы читаем далее здесь терпение святых, которые не примут ни в коем случае эту печать, это начертание. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божия и веру в Иисуса. Как сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. И мы должны стремиться строго исполнять закон Божий и уповать на милосердие в струях крови Сына Божия. И далее «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть, когда будут эти ужасные гонения, то живые позавидуют мертвым, которые совершали свой апостолат в более спокойные времена и уже успокоились и ожидают свою награду. И далее «И взглянул я, и вот светлое облако». Облако – это символ милосердия Божия, мы это знаем у святых отцов, у учителей, но это также и действие святых, присутствие святых ангелов. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный сыну человеческому». Господь восседает, как на херувимах, на своих святых. «На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Жнецом называется сам Христос, жнецами называются также ангелы, которых Господь пошлет, и они отделят пшеницу от плевел для того, чтобы пшеница обрелась бы в Царстве Небесном, а плевелы были сожжены огнем неугасимым. Поэтому по истолкованию некоторых подобный Сыну Человеческому это как действие ангела или действие самого Сына Человеческого, Господ нашего Иисуса Христа. Таким образом, разные истолкования, они не исключают друг друга, а взаимодополняют. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе». Здесь мы видим небесное святилище, также с острым серпом. «И иной ангел», это последний абзац этой главы, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». То есть сначала надо собирать не плевела, а виноград. Виноград – это символ народа Божия, как Христос говорил. «Я есть лоза, а вы виноградные ветви, грозди. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великой точилы гнева Божия и истоптанные ягоды вточили за городом и потекла кровь и источила даже до уст конских на 1600 стадий». Действительно, суду начаться с Дома Божьего. Поэтому виноград оказывается на положении неких плевел. Суду начаться с Дома Божьего. И первые гонения, самые страшные, они будут именно против нас, православных христиан. Потом достанется всем. И другим христианам, и язычникам достанется, и вся вселенная возрыдает от того неправильного решения, которое они приняли. Но те лозы виноградные, которые не отделились от лозы Христа, они будут собраны в небесные житницы, где Христос будет пить новое вино, пребывая в веселье, в царстве Отца своего небесного, как он сам об этом свидетельствует в Святом Евангелии. Таким образом, мы видим, что образы сменяют один другой, и возникающие впечатления дополняют одно другое. И одно истолкование может как бы внешне исключать другое, но на самом деле одно дополняет другое, потому что в этом, как я часто говорю, и заключается богатство нашей традиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok